Друзья, всем привет! С вами Ян. Продолжаем изучать основу языка SWIFT. Сегодня урок номер 18. Наследование. В уроке, посвященном структурам, мы рассматривали основные отличия классов от структур. Сегодня мы рассмотрим еще одно значительное отличие. Это наследование. Класс может наследовать методы, свойства и другие характеристики другого класса. И когда один класс наследует у другого класса, то этот класс, который наследует, он называется дочерним классом или подклассом. А класс, у которого он наследует, называется родительским классом или суперклассом. Давайте разберемся на примере, как работать с наследованием. Создадим класс dog-собака и внутри, в теле этого класса, создадим сперва хранимые свойства или stored properties. Например, name. Давайте сразу инициализируем пустой строкой. И порода. breed. Тоже будет тип данных string. Также инициализируем сразу пустой строкой. Также в нашем классе в dog давайте создадим вычисляемое свойство или computed property. Назовем его info. Тип данных string, которая будет работать с нашими хранимыми свойствами breed и name. Следующим образом будет возвращать строку. Давайте the breed of interpolation name is a и interpolation breed. То есть мы помним, да, то, что у нас в вычисляемых свойствах есть getter и setter. В данном случае это getter, но так как он один, мы его не пишем. Давайте еще создадим метод. Назовем его makeNoise, который ничего не принимает, но возвращает нам строку. Внутри будем возвращать строку hello. Итак, мы создали класс dog. И этот класс ни от чего не наследуется и сам не имеет наследников. Такой класс называется базовый класс. Теперь давайте создадим дочерний класс. Назовем его corgi. И унаследуемся от родительского класса dog. Для этого ставим двоеточие и имя родительского класса. Теперь давайте создадим экземпляр класса corgi. Напишем var corgi. Теперь давайте обратимся к свойствам нашего экземпляра. Итак, напишем corgi. И мы видим, что теперь у нас есть все свойства родительского класса автоматически. То есть у нас есть name, у нас есть breed, у нас есть вычисляемое свойство info и у нас есть метод makeNoise. Например, зададим имя. Имя будет Алиса. И посмотрим, что сейчас эта собака может делать. Допустим, вызовем метод makeNoise. Вот она нам говорит hello. А что если Алиса это более умная собака? И она нам будет говорить не hello, а какую-то другую фразу. Допустим, hello, sir. Тогда мы должны переопределить метод makeNoise. То есть переопределить метод родительского класса. Для этого мы пишем ключевое слово override. Далее. Также функция makeNoise. Точно так же возвращаем строку, но в коде будем возвращать следующую строку. То есть уже не hello, а допустим hello, sir. Теперь давайте посмотрим корги метод makeNoise. Получаем hello, sir. Но эту же функцию можно переопределить другим образом. Для этого после return мы пишем ключевое слово super. и выбираем метод makeNoise. И далее к результату функции makeNoise мы добавим сперва пробел, а затем добавим sir. Давайте посмотрим на результат. Вот мы получили hello, sir. То же самое. То есть слово super нам указывает на родительский класс. Это нам очень помогает, когда мы хотим расширить функционал родительского класса. То есть добавить к нему что-либо. Помимо переопределения методов в нашем дочернем классе мы также можем переопределять свойства родительского класса. Будь то хранимые свойства или вычисляемые свойства. Давайте переопределим свойства info. Для этого также мы пишем override. Далее свойства info, тип данных string. И внутри пишем name plus, давайте пробел, плюс breed. То есть будет у нас имя, пробел и порода. Давайте сперва обратимся к свойству breed у экземпляра корги. Да, и напишем то, что это у нас строка корги. И далее обратимся к вычисляемому свойству info. И мы увидим то, что оно равно alisa, пробел корги. Давайте корги с большой буквы. Так, alisa, пробел корги. То есть мы переопределили вот здесь вот вычисляемое свойство родительского класса dog с помощью ключевого слова override. Теперь давайте поговорим об инициализаторах. Смотрите, изначально мы все наши свойства инициализировали сразу же, да? Допустим, пустой строкой. А что если у нас класс корги имеет свое собственное свойство? Допустим, isHappy, да, которое показывает, счастлива собака или несчастна. Тип данных boolean, то есть true или false. Теперь, чтобы создать экземпляр класса корги, мы должны инициализировать это свойство. То есть мы пишем init, isHappy, двоеточие, boolean. И внутри пишем self.isHappy равняется isHappy. То есть все делаем как обычно. Теперь мы должны добавить это свойство при создании экземпляра. Да, допустим, скажем true. Все хорошо, все работает. Теперь смотрите, а что если у нас свойства родительского класса, они не были изначально инициализированы? То есть был указан только вот тип данных, string. И здесь тоже указан был только тип данных, string. Тогда, помимо того, что мы должны инициализировать их сперва в родительском классе, да, давайте это сделаем. Сделаем init. Name. String. Брит. Тоже string. Да, внутри напишем self.name равно name, self.brit равно брит. Хорошо, мы их инициализировали. Теперь, если мы хотим также иметь эти свойства в нашем дочернем классе, мы должны их теперь вручную инициализировать. Потому что они были инициализированы только в родительском классе. То есть для экземпляров родительского класса. Смотрите. То есть мы должны к нашему инициализатору для класса корги, то есть дочернего класса, добавить еще super init. Пишем super.init и инициализируем свойства родительского класса. Например, name. Давайте сперва это все закомментируем. Допустим, также имя Алиса и брит корги. Теперь, пожалуйста, мы создали экземпляр корги. И теперь, если мы хотим посмотреть имя, давайте напишем корги.name. У нас будет имя Алиса. Далее корги.breed. У нас будет корги. Мы можем посмотреть свойства из happy. Мы знаем, что это true. То есть еще раз. Прежде чем использовать свойства родительского класса, которые не инициализированы, для которых в родительском классе есть собственный инициализатор, мы сперва должны этот родительский инициализатор добавить в наш инициализатор дочернего класса. Мы это делаем с помощью ключевого слова super. То есть мы пишем super.init. Все. И далее инициализируем внутри дочернего класса. Иначе мы просто не получим доступ к свойствам родительского класса. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем уроке. Всем удачи.